Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студию ведущей Пётр Горохов. И сегодня в замечательный праздник, в день 8 марта, в Международный женский день, мы в студию пригласили замечательного человека, человека, которого давно уже здесь ждали, давно приглашали. Это Ирина Анатольевна Гайворонская, вы ее все хорошо знаете, это заместитель председателя регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» и президент благотворительного фонда «Счастье жизни». Ну что ж, Ирина Анатольевна, я хочу, во-первых, в вашем лице поздравить всех наших прекрасных женщин, успешных, замечательных, без которых наши мужские успехи невозможны и незаметны. И пожелать вам сохранять ту энергетику, тот темп работы на благо Московской области, который вы несколько лет назад взяли. Желаю вам всего самого-самого хорошего. Спасибо, Петр, большое, очень приятно, спасибо. Действительно, у нас передача в такой праздничный день выходит. И я надеюсь, что мы сегодня закончим на позитивной ноте. Ну что ж, и давайте мы вернемся в ту точку, с которой несколько месяцев назад мы прервали наш разговор о мошенниках, о мошенниках, которые обманывают жителей Московской области, обманывают пожилых людей в первую очередь, как наиболее доверчивых и незащищенных. И мы во время предыдущей нашей передачи пообещали нашим телезрителям, что расскажем о том, как работают сегодня в Московской области, работают в кавычках, черные риэлторы, так называемые. Это действительно страшная тема. Ну, тем не менее, праздничный, не праздничный день. Но тема эта существует, и говорить о ней надо. И если, скажем, мошенничество, связанное с некой суммой денег, отложенной на черный день пенсионерам, это всего лишь потеря денег, то черные риэлторы – это потеря жилья, и это действительно вопрос жизни и смерти зачастую для людей, особенно старшего поколения. Если можно, как сегодня выглядят люди, которые рядятся в маску риэлторов, черные риэлторы, так называемые, каковы их методы работы, и если можно, несколько наиболее распространенных примеров их черной деятельности? Ой, Петр, к сожалению, вот сколько мы времени с вами не разговаривали, и вот я опять пришла, и, к сожалению, нам опять есть о чем поговорить. Черные риэлторы. Выглядят они прекрасно, прекрасно выглядят, так же, как и все остальные мошенники. Действительно, они активно работают, в кавычках, но работают. Самые-самые распространенные случаи за последнее время. Вот как они сейчас выглядят, чем они занимаются. На самом деле, почему мы говорим относительно именно лиц старшего возраста, относительно лиц старшего возраста, относительно черных риэлторов. Дело в том, что именно лица старшего возраста, именно пожилые люди, которым требуется забота, внимание, они чаще всего становятся жертвами и черных риэлторов в том числе. Как это происходит? Это происходит за счет того, что к людям приходят сотрудники службы соцзащиты, сотрудники каких-то других социальных служб. И они входят в доверие к людям. Они входят в доверие. Вот меня часто спрашивают, Ирина Анатольевна, как вот к мошенникам попадает вообще база? Вообще вот база телефонная. И мошенники, они не просто знают телефоны, не просто знают адреса, они знают все о семьях, они знают о детях, о внуках. Как вот они умудряются позвонить именно внуку пожилого человека? У нас в Российской Федерации есть законодательство, но и гражданское законодательство, и уголовное законодательство. У нас есть 152-я статья, которая запрещает передавать сотрудникам пенсионного фонда, службы социальной защиты, сотрудникам правоохранительных органов, она запрещает передавать информацию третьим лицам. Но, к сожалению, люди, которые нарушают закон, есть и во всех этих сферах в том числе. Поэтому вот эти вот базы, социальная защита, пенсионного фонда попадают к мошенникам. Мошенники выбирают самых действительно беззащитных. Те, кто остались одни, те, у кого нет детей, нет внуков, о ком некому позаботиться. И они приходят к этим людям под видом оказания какой-либо помощи. Самый простой случай, если человек пьющий. Его напоили, он подписал какой-то договор. И в лучшем случае его, конечно, увезли там жить куда-то в глухую деревню, а его там московские подмосковные квадратные метры продали, поделили. Это в лучшем случае. Но очень большой процент, когда люди просто погибают. То есть мошенники даже не утруждают себя решением вопроса, где ты этого человека поселить. Просто, к сожалению, эти люди погибают. Я хочу сказать вот что. Случаи бывают в жизни разные. Ой, это очень плохо, что у нас столько брошенных стариков. Это очень плохо. Но вопрос надо решать. Случаи бывают в жизни разные. Бывает, что действительно не на что жить. Бывает, что некому помочь. Бывает, что маленькая пенсия, нет никакого дохода. Можно заключить договор ренты пожизненного содержания. Но опять-таки, я советую этот договор заключать с теми людьми, которых вы знаете. Которых вы знаете вот на 100%. Это ваши соседи, с которыми вы живете уже не одно поколение рядышком. И то вы знаете, что когда дело доходит до денег, вы посмотрите, у нас с любым знаменитым человеком что-то случается. Тут же появляются родственники. Огромное количество примеров. Огромное количество. Да, даже среди знаменитых людей. К сожалению, вот наша жизнь вот так вот исковеркалась. Она исковеркалась, она испортилась. И вот эти вот ценности, которые сейчас к нам пришли, они не наши. Они вообще не наши, не российские. Они нам не подходят. Ни русским людям, ни кавказским людям, ни одной другой национальности. Мы никогда так не жили. Мы всегда досматривали своих стариков. И это считалось нормальным. Нас никогда, вот я смотрю на вас, да, и я понимаю, что вы никогда ни мать свою, ни отца, вы никогда ведь не оставите. Это наша традиция. Это наша традиция. Я помню своих дедушку с бабушкой, которые болели, тяжело болели, но они болели и умирали в своем доме. И моя мать досматривала, да, и я маленькая была, я ей помогала. Это считалось нормальным. А сейчас почему-то люди рождаются, они считают, что вот они родились для того, чтобы жить прекрасно. Жить прекрасно, а это вот все как бы… И старчество и немощь им мешают, портят настроение, отнимают время, да? Петр, надо понимать, что вот это вот старчество – это люди, которые вас произвели на свет. Сегодня вы бросили их, а завтра вас бросят ваши дети. Я считаю, что каждый в жизни должен нести свой крест. Вот если он тебе достался такой, ты должен его достойно донести до конца. Если ты что-то в жизни не отработаешь, значит, это будут отрабатывать твои дети и внуки. Потому что мы должны в этой жизни что-то… Мы приходим не только для радости. Вы посмотрите, что у нас сейчас происходит с домами престарелых. Сплошь и рядом горят эти дома, и там эти старики. Но старики, они непростые, они все истощенные, больные, привязанные там кроватям. При том, что содержание в этом доме престарелых стоит от 25 тысяч в месяц. То есть люди могут себе позволить это заплатить. При этом они не приезжают и даже не смотрят, в каком состоянии их близкие люди. Вот это меня поражает. Вот именно этим и пользуются мошенники. Почему так много пострадавших среди пожилых людей? То есть в крепких семьях такого, в крепких семьях, где сильна связь между поколениями, такое происходит намного реже? Конечно, намного реже. Вы посмотрите на Кавказе статистику. Там бывают брошенные дети? Не бывают. Там бывают брошенные старики? Не бывают. И это правильно. И у нас в России всегда было то же самое. Все вот жили в одном доме, в одном. Или дома были рядом, но стариков никогда не бросали. Я считаю, что все-таки это наше равнодушие, это вот наше потребительское отношение к жизни, которое к нам пришло в последнее время. Но я надеюсь, что мы как-то это переживем. И все-таки наши дети будут немножечко получше, чем мы. И тогда у нас не будет таких проблем. Значит, про людей старшего возраста мы с вами сказали. Теперь я вам скажу, как действуют мошенники, которые называются черными риэлторами. Что они из себя представляют вот в последнее время? В последнее время пошли такие схемы, которых вот тоже не было раньше. Это не просто вот черные риэлторы, какие-то там черные люди-негодяи. Это такие же молодые, красивые, прекрасные люди, которые приходят там оказать помощь. Там еще про договор ренты я вам хочу дополнить. Значит, если кому-то... Вот сейчас мы с вами говорим на наш Одинцовский район. Если у кого-то случилась такая ситуация, что нужно заключить этот договор, что не на что жить, нет средств к существованию. При этом квартира есть. При этом квартира есть, да. Этот договор можно заключить с тем же самым банком государственным, официальным, который знает администрация Одинцовского района, который у нас работает на территории Одинцовского района. Этот человек будет под присмотром. То есть он будет под присмотром со всех сторон. Он будет знать, что он доживет до конца своих дней в своей квартире, и ничего с ним не случится. Я считаю, что хотя бы в своем районе мы должны найти какое-то такое вот решение. Как сейчас еще действуют мошенники? Вот я не знаю, вы видели эту передачу или нет. Я, собственно говоря, еще в прошлый раз хотела рассказать про эту даму. Но про эту даму уже знают, наверное, все в стране. У нее пятеро детей, у этой дамы непонятно, от кого эти дети, но не важно. В общем, ее привезли к нам в Москву, в Московскую область. Ее привезли из Самарской области. И вот когда мы с вами еще раньше встречались, я как раз уже знала эту тему. У нас в судейской среде как раз шли эти разговоры. На ней было 19, по-моему, случаев мошенничества. Сейчас уже 23. Но это случаи старые. Сейчас вот выявляются новые и новые в Москве и в Московской области. Что она делает? Она покупает долю в квартире. Она заселяется туда с пятью детьми. Специально обученными, да, возможно? Невозможно, Петр. А, к сожалению, это страшные дети. Страшные дети, я просто видела этих детей, это дети страшные. Старшие дети – это сыновья. Причем это взрослые сыновья, которые разговаривают только нецензурными словами, которые не учатся, не работают, а занимаются именно выживанием людей. То есть доведением людей до определенного состояния. У нас в Московской области эта дама уже выжила людей вместе со своим семейством из нескольких квартир. Это были именно люди пожилого возраста. Это были именно пенсионеры, самые беззащитные. Сейчас на нее подали в суд, подала на нее в суд семья. Вот это первая семья, которая взяла себя в руки, нашла в себе в силы и написала заявление в суд. И даму эту, естественно, арестовали. И детей у нее забрали. То есть я хочу сказать, что не надо бояться. Пенсионеры наши, естественно, они боятся, им страшно. Но не надо бояться. Вот попалось так, что здесь семья, здесь есть мужчина и женщина, и ребенок. И они написали это заявление. Дама сейчас сидит в изоляторе. Дети у нее забрали, по-моему, там двоих детей забрали, родственники. Трое детей находятся тоже где-то у нас подопеком. То есть преступный бизнес был ликвидирован. И сейчас ей вменяют статью «Принуждение к сделке». Принуждение к сделке. Значит, что они делали, эти дети? Вот эти взрослые дети. Предыдущий случай, я просто знаю, я как бы там немножечко участвовала. Предыдущий случай, они купили долю в квартире, продал муж, осталась жена с тремя маленькими детьми. И вот эту вот женщину они избивали три раза так, что она три раза лежала с отрясением мозга в больнице. Переломанные руки, ноги, трое детей. То есть вот эти вот пятеро детей, вот этой женщины, избивали ее до такого состояния. До этого еще была пенсионерка, которую они выжили, квартиру продали. Но слава богу, что пенсионерке хотя бы досталась комната в коммуналке. Но тем не менее, все вот эти люди почему-то боялись написать вот это заявление. Вот эта семья заявление написала, и даму пристроили. Пристроили как раз по назначению туда, где она и должна находиться. Есть у нас такие статьи в уголовном кодексе, есть, и она будет отбивать свое наказание. И вот эти пятеро детей, они будут непристроенными, без жилья. Какие еще методы, какие примеры можно привести, к чего надо опасаться? Помимо вот таких соседей, кавычках. Все эти ситуации, опять-таки, у нас складываются из-за того, как мы относимся к друг другу. Ну вот как вот я могу сказать, чего можно опасаться? Вот разводится семья, да? Вот почему вот так получилось, что женщина с тремя детьми, ее избивали три раза вот до состояния полусмерти вот такие соседи. Потому что ее супруг просто свою долю в этой квартире продал. То есть, по моим понятиям, конечно, как-то надо вносить определенные изменения в законодательство, но это процесс долгий. Надо лучше относиться к друг другу. Но мы с вами все равно никого не можем заставить, да, любить своих стариков, любить свою бывшую жену, у которой трое детей, твоих же. Мы не можем заставить это делать. Поэтому любой человек, у нас же сейчас квартира в собственности, он продал свою долю. Вот пришли такие соседи, и никуда ты от них не денешься. Приходит вот такая дама с пятью детьми, при этом у нее приходят все эти дети от разных отцов, и к этим детям ко всем приходят отцы их проведать. Отцы эти почему-то у нас селится кавказской национальности, и не лучшие представители, а те представители, которые вот у себя не прижились, а вот сюда вот приезжают зарабатывать. То есть, типичные зарабатывальщики такие, по ним это все и видно. Ирина Анатольевна, ну и такой относительно новый, относительно, скажем, схем, которые используются там с жильем, да, вот черные риэлторы и так далее, относительно новый способ обмана граждан, связанный с банками, с банковскими карточками. Вот если можно какую-то статистику, какие сейчас методы, чего надо опасаться опять же, и как от этого можно защититься, потому что у всех, даже у пенсионеров сейчас есть банковские карточки, на которые поступает пенсия. Не просто банковские карточки, а в основном это Сбербанк. В основном это Сбербанк, это пенсионеры, это Сбербанк, потому что все социальные выплаты, все у нас пенсии приходят на Сбербанковские карточки. Вот мы с вами уже на эту тему говорили, и вот сейчас я пришла к вам по истечении нескольких месяцев, и опять у меня новая статистика, опять у меня новые случаи. Сейчас я вам расскажу все, что, ну, самый интересный случай, который у нас был в прошлом 2017 году, вот в Москве, Московской области. Значит, во-первых, к сожалению, к сожалению, у нас мошенники, люди развитые, прогрессивные, ловят технические новинки. Что сейчас происходит? Вам звонит телефон, и вы видите вот в телефонной трубке высвечивается номер, я учила людей всегда, отвечайте на номер банка, который у вас записан в телефонной книжке. Отвечайте на номер банка, который размещен на сайте этого банка, который вам дали в банке сотрудник, который вас принимал. Так вот, сейчас вам звонят, и вы видите телефонный номер вашего банка. То есть подключают такие специальные мини-АТС, и, к сожалению, вот происходит вот такая ситуация. То есть это мини-АТС выбирает именно номер вот этого банка. И человек сразу расслабляется, теряет бдительность. Ему звонят из банка. Ему звонят из банка, а дальше все происходит, все то же самое. Все то же самое. Но человек верит, особенно пожилой человек, особенно мы с вами говорили, да, на эту тему, я же людей учила. Но мошенники, как всегда, у нас идут вперед. Что с этим делать? Способы борьбы, они не такие большие. Вот буквально надо запомнить одно единственное правило. Вот позвонили вам из банка, вы у этого сотрудника спросите, пожалуйста, идентификационный номер сотрудника сберегательного банка. В основном мы говорим с вами про сбербанк. Спросите у этого сотрудника его номер, и вы сразу увидите результат. Либо бросят трубку, либо вам сейчас начнут сразу кричать, что если вы будете там спрашивать лишнее, вы сейчас же потеряете какие-то деньги. А не могут они назвать фиктивный номер, идентификационный? Ну, надо спросить таким образом. Назовите, пожалуйста, свой номер, я сейчас позвоню в банк и проверю ваш номер, фамилия, имя, отчество и ваш номер. Вы назовите, пожалуйста, и подождите, а я вам перезвоню. И сразу увидите результат. Скорее всего, трубку бросят сразу. То есть надо спрашивать с таким умыслом, что вы сейчас позвоните в банк, запишите этот номер, фамилию, имя, отчество, позвоните в банк и переспросите, действительно ли этот сотрудник. Если это действительно сотрудник сберегательного банка, то он вам все назовет, потому что у них точно такие же инструкции, и им лишние проблемы не нужны. Если это мошенник, то он автоматически бросит трубку. Либо он бросит трубку, либо в трубке начнутся крики, что вы сейчас потеряете деньги, да, я вам звоню по делу, а вы спрашиваете меня глупости, все, сразу отключаете. Сразу отключаете. Но, к сожалению, это вот в настоящее время это такой вот единственный, единственный, пожалуй, способ. То есть, если следует звонок из банка, если человек получает звонок из банка, то надо записать исходные данные сотрудника и позвонив в банк, связаться с этим же самым сотрудником. Конечно. И таким образом будет стопроцентная гарантия от мошенничества действий. То есть, в любом случае, в любом случае, вам нужно отключаться, отключаться, сказать под любым предлогом, что простите, я перезвоню. Отключитесь и перезвоните сами. Тогда вы действительно попадете в банк. И те же самые правила, которые у нас действовали и раньше. Даже если вам звонят из банка, вы никогда не говорите номер на обратной стороне карточки, да, пин-код предназначен только для вас. И ваши индивидуальные данные клиента все равно, даже если это сотрудник банка, даже если вы подтвердили его номер, по телефону спрашивать у вас не имеет права. Только в местах стационарного обслуживания населения. То есть, сотрудник может пригласить в место стационарного обслуживания, если есть такие вопросы. Он может позвонить, предложить какую-то услугу, и если она вас заинтересовала, вас запишут на какое-то время. Вот туда вы придете уже с паспортом, со своими данными. Там на листочке эти данные запишут, и вы за них распишетесь. По телефону ничего сейчас не спрашивают. Ни банки, ни пенсионные фонды, никто иной. Значит, что у нас произошло? Какие у нас случаи случились, к сожалению? Да, вот я для себя несколько отметила. Я вам сейчас их расскажу. Вот мы будем говорить в 101 раз, повторять то же самое. Сейчас мы рассмотрим это на конкретных примерах. Для того, чтобы люди все-таки запомнили, да, что вот так делать не нужно. Праздники у нас скоро. 9 мая будут звонить и обещать пенсионерам подарки, ветеранам подарки. И есть у нас такая тема – дети войны. Вот детям войны тоже будут обещать всяческие блага. Я хочу сказать, что на сайте организации «Дети войны» есть официальный сайт этой организации. Там написано, что они никакие выплаты не производят, что они по телефонам не обзванивают, что они подарки не дарят и так далее. Это написано на… Специальная информация для… Они уже написали. Но при всем при этом, значит, буквально у нас вот в начале января в Зеленограде позвонили из Берегательного банка. В начале января позвонили из Берегательного банка пожилой жительницы Зеленограда и сказали, что к Новому году детям войны полагается там выплата 6 тысяч рублей. Все это закончилось тем, что эту женщину по телефону разводили разные сотрудники, то один, то другой. Она добежала до терминала, 6 тысяч она не получила, но с ней разговаривали таким образом, что она перечислила мошенникам 295 тысяч 700 рублей. Вы представляете как? Я хочу сказать, вот почему люди переводят эти деньги? У нас тоже определенная юридическая там статистика, мы между собой тоже эту тему обсуждали. Почему люди верят? Как это все происходит? Мошенники никогда не просят сразу большую сумму денег. Они всегда просят маленькую сумму денег. То есть они обещают большую, а при всем при этом говорят, перечислите какой-то налог, перечислите какой-то задаток. Надо оплатить какие-то определенные услуги. Вот люди перечисляют. То есть она перечислила там тысячу рублей, и мошенники получили доступ к ее карточке и списали 295 тысяч 700 рублей. То же самое у нас было опять-таки в январе месяце. Позвонили 80-летнему дедушке. Позвонили судебные приставы. Давайте так, где говорить, судебные приставы в кавычках, да? То есть якобы судебные приставы. И сказали, что вот мы знаем случаи, вас там три года назад обманули. Ну вот произошло там разбирательство по делу, мы нашли преступников, и вам теперь полагается компенсация. И компенсация придет из того же самого Сбербанка, нашего несчастного, придет вам компенсация. Но для этого, значит, вам нужно заплатить налог. А компенсация большая, больше миллиона рублей. И этот дедушка 80 лет, также добрел до терминала, и с него списали 85 тысяч рублей. То есть это, очевидно, были те же самые люди, которые три года назад его обманули. Скорее всего. Очевидно, у них есть, сохраняются контактные данные людей. Я же об этом и говорю, что они всегда держат руку на пульсе. То есть если вы один раз к ним попались, это не значит, что вы не можете попасться по какой-то другой схеме. Ирина Анатольевна, я знаю, что вот сторонники партии «Единая Россия» тоже держат вот эту ситуацию под контролем. Ситуацию, связанную с официальными госпрограммами. Насколько я знаю, там тоже бывают случаи не совсем приятные. Это касается, ну, в Москве это реновация, у нас это капитальный ремонт. Я знаю, что отслеживаете. И вот сейчас всем можно этой информацией поделитесь, что происходит вот с этими, скажем так, уже казалось бы, совершенно нормальными прозрачными вещами. Вот не поверите, Петр, только вот было постановление о том, что в Москве будет производиться реновация, появились мошенники, которые специализируются именно на этой теме. Причем эти мошенники за какое-то абсолютно короткое время умудрились обмануть огромное количество людей. Каким образом? Они открывают офисы, причем офисы открывают в тех же самых зданиях, где находится управа. То есть, с одной стороны управа здание, а в торце находится офис этих мошенников. Заходишь в этот офис, у них стоят какие-то вот флаги, одноцветные какие-то флаги, непонятно чьи. Чем они занимаются? Они объясняют людям, что для того, чтобы вам получить лучшую квартиру, вас на самом деле, конечно, могут обмануть. Вот обещают, что вы останетесь в этом районе, но не факт. Для того, чтобы получить квартиру действительно в этом районе, улучшенные планировки... Необходимо поучаствовать финансово. Да, да. Ничего такого особенного не надо. Мы сейчас с вами заключим официальный договор. Начинается с официального договора. А договор, это бланк и так далее, составление вот этого договора, это уже 9 тысяч рублей. И пошло, и пошло, и пошло. Так стояли очереди. Понимаете, в чем дело? То есть, люди в управу идут на работу и смотрят, что с другой стороны этого здания стоят очереди. И просто стали интересоваться, куда, собственно говоря, эта очередь. И таким образом схема стала известна. Схема стала известна. Схема стала известна, но за это время мошенники получили очень много денег. Районов в Москве много, управ много. Они получили очень много денег. И желающих получить чуть-чуть получше за какую-то доплату квартиру тоже очень много. Ну вот это вот тоже играет на чувствах человека. Понимаете, каждый хочет действительно лучшего для себя. Ну, с одной стороны, это оправданно. Но зачастую, вот почему вот люди у нас попадают в такие ситуации. Действительно, все выглядит изначально, все достаточно пристойно. То есть, и все атрибуты нормально работающей организации присутствуют. Организации, конечно, и печати, и договоры. Ничего не настораживает за человека. Ничего не настораживает. Но человека, в первую очередь, должно насторожить, что он пришел в государственную организацию, ему говорят, бланк стоит 9 тысяч рублей. Вот почему вот это никого не насторожило? Как может быть бланк, если у нас реновация бесплатна, почему у нас бланки сразу 9 тысяч? Это только бланк. А дальше там 10, 20 и так далее. Люди платят, платят, платят. Они пришли в государственную структуру. Понимаете, в управляющую структуру, которая занимается управлением вот в этом районе. Просто приходят и приносят деньги просто в конверте. И никого это не насторожило. Никто не обратился в милицию, пока работники одной из управ не заинтересовались, почему это в торце здания стоит огромная очередь, да, больше, чем к ним. Причем эта очередь стоит на улице. И люди эту очередь занимаются, заинтересовались. Вот в чем дело. Но никто из людей, никто в милицию, в полицию не заявил. Никто. Все добровольно несли деньги. То есть и, можно сказать, мошенничество, мошеннический ход таким образом составлен, обставлен, что и особых претензий-то не предъявишь, да? Но какие претензии? Добровольные с песней, что называется? Добровольно. Люди приносят деньги добровольно, в конвертах, в управу, как они считают. И никого это не вызывает, ни у кого никаких ни сомнений, ни подозрений и так далее. Это все добровольно. Мы с вами говорили об этом много раз. Почему нам тяжело всегда доказать мошенничество? Потому что это добровольные действия человека. Понятно, что человек пожилой. Понятно, мы ему сочувствуем. Понятно, у него украли все деньги, у него украли квартиру. Но делая все эти действия... Но подпись оставил он сам. И доказать факт мошенничества достаточно сложно. Он ставил подпись у нотариуса в трезвом уме, в здравой памяти. Доказать факт мошенничества очень сложно. Поэтому люди уходят от ответственности. Вот сейчас их выгнали из управы, они найдут себе другое место. А что касается капремонта? Капремонта. Вот они ушли из управы, теперь они занимаются капремонтом. Занимаются капремонтом. То есть инновации позанимались, переключились? Переключились. Хочу отметить, что те же самые лица. Причем лица молодые, молодые люди. В возрасте, вот средний возраст 21-23 года. Просто обходят квартиры в тех домах, где должен производиться капремонт. И говорят, что для того, чтобы у вас поставили более качественные пластиковые окна, чтобы у вас сделали более качественную плитку там в подъезде и так далее, надо это платить. И люди платят. Петр, а суммы от 80 тысяч рублей. И люди платят. Хочется после этого сказать, еще плохо живем. Готовы за плитку в подъезде доплатить 80 тысяч. Вот вы знаете, грех, конечно, говорить такие вещи. Но вот я вам сегодня приводила примеры. Одна бабушка сходила, там списали с карточки 300 тысяч. Дедушка сходил, списали с карточки 90 тысяч. За ремонт в подъезде... Понятно, что не у всех пожилых людей есть такие суммы, но тем не менее, действительно... Вы знаете, Петр, на самом деле, они все-таки есть. Они их откладывают, они привыкли экономить. И остаются без последнего. Да, и они остаются без последнего. То есть это именно те деньги, которые они собирали всю свою жизнь. Но у мошенников есть такая база. И, к сожалению, я еще раз повторюсь, что сотрудники пенсионных фондов, сотрудники социальных служб, в большинстве это действительно добропорядочные люди. Достаточно одного недобропорядочного для того, чтобы это сделать. Да, это люди, которые приходят... Это достаточно сложный контингент, с которым они работают. Вы представляете, какое у них должно быть отношение к людям, чтобы они каждый день приходили на работу и выслушивали вот эти чужие беды и жалобы. Ну, вот заведется вот одно, понимаете, что-то такое. И, пожалуйста, база ушла налево, база попала в руки к мошенникам, а мошенники уже эту базу используют. И реновация, и капремонт, и Сбербанк, и Дети войны, и так далее, и пошло, и пошло. И ведь хочется же сказать, Ирина Анатольевна, действительно, здравомыслящий, да, если вот человек, он всегда подумает и позвонит либо в управляющую компанию по поводу доплаты, да? Совершенно верно. Ведь это не маленькие деньги. Можно поинтересоваться в управляющей компании, можно набрать телефон, он в общем доступе Министерства строительства, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, областного. И сразу все станет на свои места. Ну, к сожалению, как вот мы с вами разговаривали по поводу, вот я вам рассказывала истории, меняли у нас газовые счетчики, водяные счетчики, да, вот у нас... Ставили фильтры золотые. Ставили фильтры, да, позолоченные. Вода какая-то ионизированная, посеребренная. Ну, мы с вами говорили, даже приводили пример, когда мы были в часах, да, и когда мошенники прошли 40 квартир. И только в 40-й квартире нашла женщина, которая позвонила в Мособолгаз и сказала, что это такое? Что это такое? У меня нет денег. Вы почему? Государственные организации, вот, обирайте нас, пожилых людей. И тут же их поймали. Это, вот знаете, это вот наше такое вот пришло отношение к жизни. Это наше вот, ну, как вам сказать, вот нигилизм такой вот, нигилизм, отсутствие социальной ответственности по отношению к своим близким, к своим родственникам. Да даже к самому себе. К самому себе, да, нам проще. Вот есть деньги, донайте, а куда там пойдут деньги? Я, честно говоря, вот грех, конечно, такой говорить, да вот мы все-таки люди, русские, российские люди, у нас такая традиция, мы всегда подаем милостнюю и так далее. Но надо понимать, что вот это все мошенничество и милостня, в том числе, это огромный бизнес. Я вам хочу сказать один пример. После того, как я стала заниматься вот активно вот этой темой, как мы с вами стали выпускать телевизионные передачи, я была вынуждена свой телефон заблокировать, убрать его с сайта благотворительного фонда, потому что пошли непонятные звонки, пошли какие-то письма на почту благотворительного фонда, что вы должны немедленно там перечислить каким-то детям, инвалидам, каким-то казакам, я не знаю кому, 5 миллионов рублей минимум просили, 5-8 миллионов рублей. Соответственно, да, когда эти деньги не получают, пишут, а вот она такая-такая, ее по телевизору показывают, она вот там какие-то... То есть попытка еще и дискредитировать то направление, которым вы занимаетесь. Петр, естественно, мне не звонили в суд, на мое постоянное место работы основное, вот куда они еще не позвонили, но они позвонили в Центральный исполком партии «Единая Россия». Ну я думаю, что там все поняли правильно. Ну естественно, там все поняли, да, мы поняли, что программа действительно работает, но вот люди не останавливаются ни перед чем. Я вам хочу сказать, что мы просто с вами затронули вот этот вот бизнес. То есть, видимо, тем, что мы с вами провели летом работу, что мы выпускали вот эти телевизионные передачи, мы кому-то помешали к Новому году заработать денег. Они заработали меньше, чем предполагали, потому что пожилые люди у нас были все-таки вооружены, вооружены какими-то знаниями. И то же самое вот это вот милостно. Да, вот мы проходим, раз там кинули, кинули, стоит вот эта бабулечка, ну купи ты ей еды, ну накорми ты ее, она все равно эти деньги отдаст, и она останется голая, босая, голодная на улице. Просто возьми и накорми. Понимаете, если мы перекроем этот поток, то не будет бизнеса. Или отнеси в храм. Отнеси в храм. Там их покормят, да, там их покормят, там им дадут какие-то вещи, там их покормят. У нас в храмах всегда людям оказывают помощь, всегда. Это вот тоже наше попустительство такое, да, вот наше отсутствие, вот эта социальная ответственность. Вот я не знаю, почему у нас в последнее время сложилась такая ситуация. Ирина Анатольевна, ну и вот завершим такую нашу тематическую программу вопросом праздничным, да, в кавычках может быть праздничным, но тем не менее. Ясно, что в дни рождения, там, во время каких-то праздников, которые все отмечают, люди тоже расслабляются и становятся более уязвимыми. Вот в нескольких словах тоже предупредите, здесь расскажите, как надо себя вести, чтобы не стать в эти, казалось бы, приятные такие моменты жизни, не стать жертвой мошенники. К сожалению, Петр, действительно приятные моменты жизни, но у меня есть статистика по предыдущему празднику, по 14 февраля. Очень много денег потеряли наши влюбленные в друг друга люди. Посылали друг другу валентинки, и в это же время валентинки как бы присылали в ошейнике. То есть приходит вам картиночка написана, либо просто приходит смс-очка, написано, ловила валентинку, переход по такой-то ссылке. Люди переходят по этой ссылке, сразу же их устройство загружает вирус, и этот вирус, он собирает деньги с банковских карт, он много чего делает. И у меня даже есть вот... Да, у нас телефоны же сейчас очень умные стали, слишком умные иногда. Я вам просто хочу сказать, что у меня есть статистика мегафона за прошлый год. Так вот, мегафон за прошлый год заблокировал 57 миллионов, миллионов, 57 миллионов вот таких вот смс-ок. И когда... То есть пресек 57 попыток мошенничества. 57 миллионов миллионов. Вот только представьте, это один-другой мегафон попыток мошенничества. И когда сотрудники технические переходили вот по этим ссылкам, смотрели, они нашли 15 тысяч вредоносных программ, нацеленных именно на привязанные Сбербанковские карточки и так далее, и так далее. Ну а что мы с вами можем? Я всем желаю радости, счастья нашим уважаемым дамам, здоровья, быть всегда красивыми, любимыми. И, пожалуйста, пусть все мошенники проходят мимо вас. Я надеюсь, что вот наша сегодняшняя беседа тоже доставит вам, принесет вам какие-то новые знания. И все в жизни будет хорошо. Ну что ж, спасибо огромное, Ирина Анатольевна. Я еще раз со своей стороны поздравляю вас и в вашем лице всех наших телезрительниц, всех сотрудниц телекомпании «Одинцова» с этим замечательным праздником. Ну и действительно, пусть те мужчины, которые обращают на женщин внимание, делают это только по любви и по хорошему отношению. Вашими бы словами, Петр, пусть будет так. С праздником. Спасибо большое. Я напоминаю, что вы смотрели передачу «Об этом стоит узнать». На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. ОТВ.